Так, Раиса Александровна, какое у вас было давление вчера? За 11 лет постоянных встреч соцработник Людмила Быстрых и пенсионерка Раиса Гасюк стали практически родственниками. Визиты к своей подопечной уже и не воспринимаются как работа, признается Людмила. Узнать о здоровье, помочь с приготовлением пищи и закупкой продуктов и поговорить о самом насущном. Сегодня о здоровье и о том, как уберечь себя в разгар пандемии. В общем-то все наши бабушки активно делают прививки. Потому что в то время, когда очень долго мы просидели на этом карантине, мы поняли, что все-таки главное в жизни – это общение людей между собой. Конечно, лучше сделать прививку. Раиса Александровна в Самаре живет уже почти 60 лет. Будучи мастером, за активное участие в застройке поселка Красная Глинка получила орден «Знак почета». Никогда не оставалась в стороне от жизни города. И чтобы продолжить свою активную социальную позицию, прошла вакцинацию в числе первых. Когда уже началось массовое заболевание, и начинали прививать именно пенсионеров. И я сделала прививку сразу первую, потом вторую. Мне в феврале надо делать уже ревакцинацию. И всех, я вот всех призываю, все-таки прививки делать, чтобы не заражать других и себе облегчить жизнь. Порядка трех тысяч получателей социуслуг Центра социального обслуживания уже вакцинировались. Не забывают о мерах безопасности и сами работники. Почти 95% коллектива имеет иммунитет. Конечно, в период пандемии и самоизоляции взросла нагрузка на социального работника колоссально. Они трудятся в таких тяжелых, жестких условиях. Это масочный режим и санитарная обработка. Ее уходят к получателям. И, конечно, вакцинация – это первоочередное. Самарская область не замедляет темпы вакцинации. Сегодня полностью защитили свой иммунитет более полутора миллиона жителей региона. Уже более 169 тысяч прошли повторную вакцинацию. Продолжается и розыгрыш призов «Вакцинация – это жизнь». Второй этап пройдет в следующую среду, 8 числа. Участвовать могут все привившиеся до 6 декабря. Гульфия Сафина. События. Субтитры создавал DimaTorzok